Зуевка уходит под воду в прямом смысле этого слова. Город затопило талами водами, что в свое оправдание говорят власти. Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича». Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Улицу Луганскую в Кирове наполовину размыло. На месте работают специалисты, но поток воды это не остановит. Выдержит ли дорога? Отреагировали на жалобу. Специалисты эколаборатории проверили воздух в районе БХЗ. Ядовитые вещества обнаружены. Чем это опасно? Не прошел мимо и бросился на помощь. Кировский полицейский спас тонущего в пруду у цирка мужчину, как он оказался под водой. Учебный год закончат на море. Кировские школьники выиграли путевки в детский лагерь «Орленок». Они шли к этому несколько месяцев. Петр Первый, Сталин и Пушкин с этими историческими личностями хотят встретиться россияне по данным опроса. А кого хотели бы повстречать прохожие в Кирове? Снова бобры виноваты. Кировчане обсуждают в соцсетях потоки воды на улице Луганской. Сегодня утром в районе Бехим завода разрушилась часть дороги. В администрации города говорят, причиной стало обильное таяние снега и резкий подъем уровня воды. На место уже выехали специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры и представители подрядчика. Они пояснили, участок проезжей части состоит из плит. Было решено убрать часть конструкции и огородить одну полосу для движения. Водителей просят на время воздержаться от проезда по данному участку. Напомню, в 2019 году Луганску уже затапливало. Тогда во всем обвинили бобров, которые якобы устроили в этом месте за пруду. Правда, позднее животных все же оправдали. Минлесхоз провел проверку и вынес вердикт – бобры к наводнению не причастны. Воздух около БХЗ проверили после жалоб жителей на неприятный запах. Мобильная эколаборатория выезжала по адресу улицы Весенняя, 133. Место для замеров выбрали с учетом направления ветра. Во время проверки шел дождь, и специалисты сами почувствовали так называемый дрожжевой запах. Было определено 46 показателей, обнаружены фурфурол и метантиол, но их концентрация оказалась ниже предельно допустимой. Тем не менее, по наблюдениям специалистов, вещества в значимых концентрациях определились впервые. Оба этих соединения негативно влияют на центральную нервную систему человека. Эколаборатория работает в тестовом режиме, поэтому собранные данные не имеют юридической силы. Это лишь наблюдение. В Кирове росгвардец спас мужчину, который провалился под лед на пруду около цирка. Кировчанин решил выйти на ледяную поверхность водоема, но не учел того, что корка может быть слишком тонкой. В какой-то момент экстремал ушел под воду. На кадрах, которые сделали очевидцы, хорошо видно, как мужчина за секунды пропадает из вида. На его счастье мимо проходил сотрудник Росгвардии Илья Клопот. Старший сержант ползком добрался до середины пруда и вытащил мужчину из воды. Спасенный от медицинской помощи отказался и, не представившись, ушел. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии. Несмотря на мое предложение дождаться скорой помощи, мужчина отказался и самостоятельно покинул место происшествия. Так как моя супруга находится в положении, мной было принято решение оперативно выдвинуться домой в избежание стрессовой ситуации супруги, а также личного переохлаждения. Разлитый на трассе Вятка в Юрьянском районе краситель опасности для водоемов не представляет. Возможный вред для земель еще и следует. Об этом сообщила в своем телеграм-канале региональный экоминистр Алла Албегова. По информации ГИБДД, 60-летний водитель за рулем грузового Рено съехал с дороги. Мужчина получил травмы, фура опрокинулась. Из поврежденной канистры вытек краситель пергазол. Он используется в целлюлозной бумажной промышленности. Жидкий груз по параметрам острой токсичности относится к четвертому классу опасности. Сотрудники регионального Минэкологии выехали на федеральную трассу Вятка в Юрьянский район, где произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулась фура и произошел розлив жидкого перевозимого груза. Сейчас мы производим осмотр места происшествия с целью вспомогления легативного приятного компонента и окружающей среды. Вышел из дома, кругом вода. Жители Зуевки обратились к нам в редакцию за помощью. Районы центр тонет. Дороги там не просто размыло после таяния снега, их затопило. Местные жители рассказывают, что местами воды по колено. И с каждым днем ситуация только ухудшается. Люди говорят, что Зуевская администрация не заключила в этом году контракт на благоустройство. Они утверждают, что последний такой тендер был от 18 марта прошлого года. Контракт на содержание города закончился в прошлом году. И с наступлением весны Зуевка поплыла, поскольку никто вовремя не вскрыл водопропускные трубы и не прокопал канавы, говорят люди. Местные власти подтверждают, что воды действительно много. И в том числе из-за того, что в Зуевке аномально тепло. Днем до плюс 8 градусов, а снега зимой выпало много. Однако потоп на улице города постепенно уменьшается, говорит исполняющий обязанности главы города. А контракт на благоустройство на этот год заключен. Контракт у нас как раз на этот период половодия заключен и работы выполняются. Контракт у нас заключен. То есть подрядчик у нас есть, они работу выполняют. Они ее начали выполнять где-то, наверное, числа с 15 марта. То есть вскрытие оголовков, водопропускных труб. Два класса из Кировской области поедут в Орленок уже в мае этого года. Такую возможность ребята получили после победы в проекте Содружества Орлят России. Путевки отправились четвероклассникам в Кировскую 51-ю и в Кикнурскую школу. Финальным испытанием был телемост и коллективная творческая работа. Ребята с начала учебного года выполняли разные задания. Как рассказала классно-руководитель кикнурских четвероклассников Елена Лоптева, одним из этапов было волонтерство. Дети приготовили кексы, написали каждому из них доброе послание, а после раздавали их на улице прохожим. По мнению учителей, участие в конкурсе сплотило ребят. За это время классы стали настоящими командами. Самое главное – это наша команда, которая у нас получилась благодаря прохождению Орлят России. Потому что на самом деле программа выстроена так, что коллектив становится дружным, ребята становятся более активными, добрыми, любознательными. То есть им все становится интересно. Интересно становится жить. Петр Первый, Сталин и Пушкин. Эти исторические личности особенно интересны россиянам. Они вошли в топ рейтинга, который составил Всероссийский центр изучения общественного мнения. После опроса эксперты спросили жителей страны, с какими историческими личностями они хотели бы пообщаться, появись такая возможность. 17% россиян поговорили бы с Петром Первым, с Иосифом Сталиным – 15%. В списке также есть Екатерина Вторая, Михаил Ломоносов и Леонид Брежнев. Мы тоже провели свой опрос в нашей группе ВКонтакте и спросили кировчан, с какой исторической личностью они бы хотели пообщаться. Итоги озвучим в вечернем выпуске новостей. А пока давайте послушаем ответы горожан в офлайн опросе. Далее рубрика «Мобильный журналист». Наверное, я бы хотела пообщаться с Лениным. Просто бы пообщалась по душам. Наверное, с каким-нибудь известным музыкантом, с Владимир Кури. А о чем бы ты с ним? Ну, не знаю. Такие талантливые люди, хочется узнать, как они думали, как у них получалось сочинять такую прекрасную музыку. Распутин, Ленин. А о чем бы вы с ними поговорили? С Распутиным зачем он бунт замутил? С Лениным зачем переворот сделал? Например, Сталин. Иван Грозный. Я не знаю, почему. Мне просто интересно посмотреть. Может быть, самой оценить. Правду о нем говорят, неправду. В действительности ли это был такой правитель, который в полусумасшедшем бреду издевался над людьми. Или, может быть, мы чего-то не знаем и что-то о нем скрывают. Станиславский Константин Сергеевич. А что бы вы у него спросили? Наверное, бы больше рассказал о своей системе, вот о своих каких-то идеях, почему он к этому пришел. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть интересные новости, присылайте их нам. Номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А после программы Папа Джайзера. У меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До свидания. Благодарим за поддержку Вятка Банк.